Суд на миллион. В Октябрьском районном суде города Мурманское состоялись разбирательства между отцом и сыном. Михаил Амозов, бывший главврач Центра специализированных видов медицинской помощи, требовал от своего сына Аркадия Амозова 35 тысяч долларов. Деньги мужчина одолжил сыну в далеком 2006 году. 35 тысяч долларов в рублевом эквиваленте по курсу 2006 года Михаил Амозов, тогда он работал главврачом Центра специализированных видов медицинской помощи, одолжил своему сыну на покупку квартиры в Мурманске. С должника взял расписку. Уже в 2010 году отец Амозов от дел отошел. Должность главврача занял его сын Аркадий. А в 2018 году у Михаила Амозова ухудшилось здоровье. На лечение понадобились деньги. И он вспомнил о расписке и долге. Именно в октябре 2018 года было направлено требование по возврате полученных подогрованных денежных средств в метеориенте 35 тысяч долларов США. Данные требования остались, так и повторно остались, без ответа. Михаил Амозов обратился в суд. Начались тяжбы. Его сын Аркадий Амозов сообщил через представителя, что долг ему отец простил еще в 2008 году. Якобы тогда, на семейном празднике в честь 33-летия Аркадия Амозова, Михаил Амозов вернул ему расписку. Этот отзыв ответчика на требования истца появился на сайте блогер 51. Да и вообще, по мнению представителя ответчика, дело давнишнее. Срок требования долга вышел. Деньги передавались в рублях, а значит требовать их в долларах истец не может. С учетом того, что мы настаиваем на истечении срока исковой давности, объяснение было изложено нами в письменном виде, мы настаиваем на том, что просим суд отказать из судов удовлетворения требований в полном объеме. В подтверждение своим словам он нашел свидетелей, которые якобы присутствовали на торжестве. Те заявления ответчика подтвердили. Но вот сам истец уверен, что его бывшие друзья и знакомые лгут. Никаких семейных праздников в том году не было. Свидетели вместе собираться не могли, так как друг с другом не общаются. Кроме того, каждый из них, по словам Михаила Амозова, тем или иным образом обязан его сыну. У одного он устроил на работу племянницу, другому помогал с лечением. Третий сейчас работает в клинике врачом. Эту информацию частично подтвердила бывший председатель профкома медучреждения. Лица, указанные в отзыве, они были в товарищеских отношениях с Амозовым Михаилом. И был в то время молодым врачом. И в круг лиц, которые приглашались на различные встречи, не входил. Остальные лица вместе на территории больницы никогда не появлялись, так как находились в недружественных отношениях друг с другом. Кроме того, заявил представитель ИСЦА, несмотря на то, что деньги действительно передавались в рублях, сумма долга была указана в расписке в долларах. А значит и вернуть ее нужно в валюте.